Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. В городских квартирах снимали первый этап конкурса «Свадьба на миллион». Невесты показали свадебные платья, которые им за неделю сшили женихи. Зрители уже могут голосовать за любимую пару в приложении ТНТ Клаб. Ваня Барзиков пишет «Друзья, кому не сложно, зайдите в приложение ТНТ Клаб, раздел лайв и поддержите нас. Голосовать можно каждые 15 минут». Саша Артемова опубликовала в своем блоге фотографию всех свадебных платьев. «Все мальчики справились с заданием и каждая девочка была в этот день особенной», пишет Саша. «А в голосовании мы пока что лидируем с большим отрывом. Спасибо вам». Лиза Полыгалова хвалит Ваню. Ваня очень старался, он довел платье до совершенства, позаботился обо всех мелочах. Он заказал венок из настоящих цветов, выбрал музыку и даже научил меня дефилировать. Андрей Чуев выгодно продал платье. Аукцион был благотворительный. Платье ушло за 30 тысяч рублей, его купила Марина Мексика. Ксения Бородина добавила 100 тысяч и Тимур Гарафуддинов еще 20 тысяч. Получилось 150 тысяч рублей. Эти деньги достанутся одному из нуждающихся и будут разыграны в новогоднюю ночь. В городских квартирах девушки тоже нарядились в самодельные свадебные платья. Это фото опубликовала Саша Гозиас. Таким образом, неделя моды закончилась и началась неделя готовки. Барзиков рассказывает, мы меняемся ролями. Все обязанности, которые делают девушки, теперь делаем мы. И также про девушек. Теперь они будут выполнять наши обязанности. Вы спросите, какие? Сам не знаю. Костя Иванов в своем видеоблоге рассказал о том, что Андрей Чуев держит слово. Из двух миллионов, которые одолжил ему Костя, он платит по 4%. У Андрея все получается, говорит Костя. А люди, которые завидуют ему, начинают распускать слухи. Не ведитесь. Также Костя рассказал о финансовых разногласиях в отношениях с Сашей Гозиас. Раньше Костя за все платил, а теперь он хочет, чтобы Саша помогала ему финансово. Он делит все расходы на двоих и считает такой формат отношений нормальным. Ольга Абузова не выдержала стрессов и жесткого графика работы. Она тяжело заболела, а у девушки острый бронхит. Ольге ставят капельницы, она надеется на скорейшее выздоровление. Элина Камерен рассказала журналистам, что она с размахом отметила день рождения своей дочери. Тайный поклонник Элины потратил на этот день рождения полмиллиона, так что на сюрприз ребенку денег хватило. Саша Задойнов тоже не оставил без внимания день рождения дочки. Он не смог прийти в ресторан, но поздравил Сашу утром. Подарил ей букет цветов и подарочную карту в магазин одежды. Элина рассказывает, что дочь Сашу не узнала, но отреагировала на него позитивно, мол, пришел веселый дядя, почему бы с ним не поиграть. Якобы Саша это понял и очень расстроился. Марина Мексика сделала себе ринопластику. Операция будет транслироваться в прямом эфире на портале Live. Глеб Жемчуков, который недавно покинул проект, страдает от одиночества. Началось мое собственное реалити-шоу, пишет Глеб. Один зритель, один участник. А что произойдет дальше с Глебасиком, смотри в моем блоге. Антон и Женя Гусевы продают свой бизнес. Друзья, мы продаем наш успешный бренд. Цена достойная. После расставания Антон и Женя даже не хотят продолжать вести свой совместный бизнес. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.